Добрый день! Пишем ответ на диагностику Светланы из Волгограда. Очень интересный случай, четвертая стадия продольного поперечного плоскостопия с тяжелыми последствиями, то есть с тяжелыми деформациями самих костей стопы. Но сейчас все увидите. Давайте начнем все-таки с более такого, чтобы понимать, как она выглядит в общем. Обратите внимание, у нее левая стопа распласталась больше, то есть она поехала вперед, стала ниже, и теперь получилось, что эта часть стала выше. Из-за этого организм вынужден был завалить голеностопы, чтобы выровнять высоты, чтобы не было перекоса таза, хотя видно, что у нее все равно одно колено ниже, другое колено выше. Это прямо даже видно на фотографиях. Значит, видите, как у нее пяточная кость стоит, здесь она почти нормальная, а здесь лежит, то есть вот здесь будет сложность поднимать. Теперь это икс-образное колено, это тоже надо будет выровнять, но это каблуками. Значит, здесь тоже икс-образность, но она выражается в другом. Здесь сильно зажаты мышцы икроножные, грушевидные, там много. Сейчас перейдем давайте к ногам, потому что они очень интересные. Значит, смотрите, вот эта правая нога, она менее плоскостопая, у нее чуть побольше свод, то, что вот здесь покраснение, говорит о том, что она сейчас стоит конкретно, вот сейчас ходит и ходит на этом суставе, и он едет вперед дальше, короче, и потому ему тут где-то здесь больно. Воспаление, значит, там, сейчас увидите, что дальше, значит, идем дальше. Здесь, видите, нога лежит больше, то есть более плоская, пятка завалилась туда, внутрь. Вот, все, видите, распласталось, просто легло. Здесь меньше покраснения, здесь оно раньше было, когда оно крутилось, а сейчас она на них не стоит, сейчас она стоит на всей стопе, потому что плоско. Идем дальше, значит, здесь, видите, как они теперь выглядят отсюда. Вот так выглядит ротация, вот так выглядит просто плоскостопие полное. Теперь видите, как у нее эта нога под углом таким, это под таким углом, колени ведет. Значит, вот самое печальное в этом деле, значит, что здесь началось? Значит, у нее полностью легли четвертый, пятый, в общем, вот эта часть, вот на этой ноге лежит полностью на полу, и первая тоже лежит. Здесь такого нету, здесь лежит только четыре на полу. То есть, вот этот еще стоит, на нем вся опора, и он еще больше скручивает голеностоп, то есть ее проваливает туда, и она на иксе полна. Значит, ну, давайте сразу перейдем к тому, что делать, потому что здесь столько накручено, здесь вот это все воспалено, вот это воспалено, это деформировано, там все зажато, нога, я думаю, не чувствует на кончиков пальцев, эти вообще побелевшие тут красят, ну, как бы, крови нету. Значит, вернемся, давайте обратно к там, где была плоскость. Значит, что надо сделать в первую очередь? Надо вернуть сюда стопе свод, это сделает стелька, значит, ее ставят туда внутрь. Чем лучше качество стельки, тем лучше она работает. Она даст вот такой угол, подымет вот эту часть, и стопа станет короче и выше вот здесь по своду. Эту подымет до уровня с этой, то есть они станут одинаково, будет две одинаковые стельки, будет две одинаковые высоты. Сразу снимет давление с пальцев, опустит пятку, то есть разгрузит ногу сразу. За месяц привыкните к этой высоте, то есть стопа уже будет поднята, через месяц вот здесь будут своды. Да, еще вы не будете в идеальном состоянии, но здесь уже не будет четвертой стадии, здесь уже будет минимум где-то вторая, переходящая в третью. Еще не вторая, еще падающая в три, но все равно уже вторая. Значит, там со второго месяца, когда станет меньше нога, надо будет поменять в наших ортезах супинатор. Это сделает еще выше, подымет ногу, больше опустит пятку и плюснивает. То есть вот эта высота подымется, и нога еще раз соберется. Когда она еще раз соберется, уже к тому моменту вся обувь, которая у вас есть, станет велика. Вы это четко поймете, вы уже уплотните, все равно велика. Вот тогда мы рекомендуем первый раз поменять размер обуви. Значит, что надо будет, значит, эта нога подымется еще выше, и вот эту ногу, она такая вот станет, вот такая. Ее надо будет зафиксировать, чтобы она не расползалась, понимаете? То есть, когда мы вам поднимем ноги, надо, чтобы теперь обувь же большая будет, и она в обуви начнет болтаться. И чтобы она не болталась, надо купить меньше обувь, обжать ее и приучить быть такой, чтобы она не ехала. Стелька не дает ехать вперед, а вы обуви не даете ехать сюда, чтобы вы не проваливались коленями внутрь. Это будет... Ой, ребята, там последствия печаль. Да вот, смотрите, вот эти последствия. Значит, вот у нее, вот она, так это же она, вот она, вот. Более плоская нога, менее плоская. Значит, здесь что? Здесь колено так, здесь так, здесь завален голеностоп. На этом пальце уже все произошло, на этом только происходит. Вот этот правый сейчас вот в таком воспалении, он именно воспален. Левый уже скрючил, и он не воспален. Значит, колено левое на иксе здесь вот все зажато. Малая берцовая под перелом идет. Здесь, видите, как повело у нее вот таз. А сейчас я вам покажу на фотографии, как ее повело таз. Значит, таз сюда, тазобедренная стоит так, икс. Значит, это более длинная нога. Получается, здесь постоянно напряжение вот тут, постоянно давит же ее туда. Она все время сюда проваливается. Здесь вытирается, значит, тазобедренный, здесь вытирается коленный. Ну, а здесь вы сами видели ноги, а это даже не буду переписывать. Вот это самое малое, вот это самое малое, понимаете. Там уже у нее даже, там уже настолько давно, я думаю, что там уже у нее даже воспаления только остались вот-вот здесь, на правой ноге. Там даже нога у нее уже не воспалена, она уже просто лежит. То есть вот эту ногу мало придется, мало поднять, а еще приучить, мышцы разработать. Но если человек будет заниматься, я думаю, за год справится. Дальше. Значит, идем дальше. Значит, что нам надо будет сделать? Здесь мы поставим стельку, вот так, она у вас лежит, а мы поставим вот такую стельку. Нога соберется, пятка сядет сюда, эта сядет сюда, центр поднимется. Когда это произойдет, вы купите другую обувь, зафиксируете ее отсюда, прижмете, то есть стелька будет вот так стоять, вы прижмете ногу к стельке. Это займет первый супинатор месяц, второй месяц, через два месяца ноги другие. Теперь эти ноги все время будут пытаться распластаться, а надо будет их сверху прижать, чтобы они не разъезжались. И еще месяц продержать, чтобы они привыкли. То есть что даст, когда поднимем своды? Первое, что даст, это уберутся провалы иксов. То есть вы перестанете проваливаться вперед, и колени перестанут сваливаться внутрь. Сразу же выровняет таз. Это произойдет сразу. То есть как только стельки встанут, мы сразу уберем вот этот перекос. Значит, ну что, станет легче ходить, идет куча проблем, там мелких, по спине, внизу тут вообще все будет хорошо. Но вы уже деформированы. И вот эта деформация, это будет третий этап работы, если вы посчитаете, что вам это нужно. Значит, там уже, когда ваша нога изменится, смотрите, у нас останется вот эта ширина. Видите, вот эта ширина. Но к тому моменту нога не такая будет, а такая. Но еще не на месте. И вот это придется тейпами подворачивать. Но, но, давайте, прежде чем об этом говорить, давайте я вам скажу другое. Значит, это я вам рассказал диагностику, рассказал, что нужно делать. За вами выбор делать. Значит, с вас прислать нам адрес. Мы вам пришлем стельки. Вы подключаетесь к закрытому чату, где мы пошагово объясняем, что надо делать в процессе, что я сейчас рассказывал сжато. Там более развернуто. Там есть и ваши случаи, и не ваши. Там отвечаем всем, показываем, запишиваем вот такие же видео. Вот что-то не получается, спрашивайте, показываем. Доводим до того, что получается, чтобы вы все понимали сами. Это очень важно. То есть вы должны понимать, что вы делаете. И тогда у вас все будет вот так. Я надеюсь, что к концу года следующего, ну, который сейчас идет, вы будете образцовым выпускником школы ног и пришлете нам не вот такую фотографию, да, в 38-м расползлись, а пришлете, ну, я думаю, если это вы до 38-го разъехались и ноги лежат, ну, я думаю, это в реальности ноги эти 36-е. Вот попомните мое слово. Вот это 36-е ноги в полном собранном виде. Вам легких ножек. Не бросайте свои ноги. Ребята вам помогут. Обращайтесь. Менеджеры все расскажут, подскажут. Вы им адрес. Они объяснят, как доставка, что объяснят, какие у вас там привилегии, что вы там, какой бонус получаете. Все. Вам легких ножек. Ходить с удовольствием. А скажите, а еще есть какой-то пример на фотографиях, что, может быть, дальше будет? То есть она сейчас на четвертом, а вернется куда на третий? Или что будет после четвертого? А что будет после четвертого? Объясню, что будет четвертого. Вот здесь это надо показывать. Значит, вот эта нога, вот эта нога, у нее там сильная ротация голеностопа. Значит, в результате этого очень большое напряжение вот здесь на малую берцовую. Любая там подвывих, да, и есть очень большая вероятность, что вот здесь или вот здесь малая берцовая сломается. Либо в двух местах сразу. Здесь со временем, вот не сейчас, но уже даже сейчас, здесь со временем вытрется под замену сустава этот, а на правой ноге вытрется под замену коленом. То есть вот это ближайшие 5-7 лет ждет замена правого тазобедренного и левого коленного. Там я знаю, что будет делать. Ну и понятно, что вот это все крутит, вот это все еще больше ухудшится, таз еще больше перекосен. Да, это если уйти дальше. Что будет, если вернуть? Значит, сюда поставится стелька, сразу же поднимется, она перестанет лежать, встанет, сразу же уберет, сразу, не завтра, сразу уберет вот это напряжение. То есть сразу же избавитесь от, ну, как бы, причины перелома, да. Значит, по тазу, вот, кстати, у нее вот так таз, у нее же левая короче, правая длиннее. Вот здесь лучше даже показывать. Значит, сейчас вот тут вытирается, сейчас вот здесь зажато, здесь зажато, здесь зажато. Теперь получается, эта нога дальше в колене вся зажата, и вот здесь будет меняться, и здесь будет меняться. Вот это все, это ее спутники. Значит, что даем? Когда даем две стельки и поднимает своды, сразу же выравнивается вот это. Еще не встают на место колени, но уже выравнивается таз. Это очень много, поверьте. То, что перестанет на пальцах ходить, это тоже очень много. Путь назад некоторое время занимает. Значит, это вы начнете. Когда вы по нашему совету, что мы будем говорить, придете к коленям и выравняете еще иксы, вот тогда вы поймете, что жизнь поменялась, потому что встанет полностью ровная спина. Это вот тогда уже можно будет походить по массажистам, по тем, кто позаниматься спортом. Но это уже надо будет укрепление, это уже гимнастика, это уже конечный случай. То есть упражнения где-то тоже нужны для укрепления, для выкатывания. Но вот конкретно спорт, он уже такой на укрепление, когда ты уже все сделал. Потому что когда ты занимаешься спортом и ты крепой, то упражнения, которые ты делаешь, ты делаешь неправильно. Кости работают и мышцы неправильно. То есть перенапрягаются, перевытираются. То есть, ребята, это вот все серьезно. Легких ножек ходить с удовольствием. Продолжение следует... Продолжение следует...